Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена штатному расписанию, тему вы видите на экране. Также обращаем внимание на наши контактные данные, то есть адрес электронной почты, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести встречу буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. И мы приглашаем вас, так сказать, к открытому диалогу, то есть вы можете задавать вопросы лучше в письменном виде, тогда мы сможем более подробно и предметно вам ответить на ваши вопросы. Ну и также приглашаем к сотрудничеству по любым вопросам, которые касаются сопровождения, внедрения, покупки, конфигурации, 1С. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена тому, как составить штатное расписание в 2023 году, какие изменения затронули штатное расписание, кому необходимо его составлять. Ну, немножко пару слов, скажем, про новые бланки трудовых книжек, про утверждение штатного расписания, ну и, соответственно, про справки, про зарплату. И поговорим еще о дополнительных сервисах, которые имеются в конфигурациях. Как будет построена наша сегодняшняя встреча? Мы будем нормативную информацию смотреть по слайдам. И после этого будем переключаться в демо-версии 1С зуб зарплаты управления персоналом. Сейчас я переключусь на нее. И будем переключаться на конфигурацию 1С ERP. Будем смотреть на... Извините, не слишком быстро открывается. Будем смотреть на то, о чем поговорили, на примере одной и другой конфигурации. Сейчас мы с вами снова вернемся в слайды. Сейчас я немножечко подвину, чтобы мы могли выйти. И, собственно говоря, посмотрим, что на примере в 2023 год, какие на самом деле будут изменения. Но первое, что хочу сказать, что функционал практически и в зубе, и в 1С ERP в отношении кадрового учета и зарплаты практически идентичен. То есть в конфигурацию 1С ERP входит полностью зарплатный блок 1С зуб проф. То есть большинство функций сохранено. Единственное различие, в общем-то, будет состоять в том, что немного другая компоновка блоков и немножко другой интерфейс. Поэтому что-то будем посмотреть на одной конфигурации, что-то будем смотреть на другой конфигурации. Итак, немножко нормативной базы. То есть штатное расписание на данный момент должно иметься в каждой компании, в каждом юридическом лице. И есть отсылки по статьям Трудового кодекса, где имеются ссылки именно на штатное расписание. Второй момент, на что надо обращать внимание, это спецоценка рабочих мест. Она тоже базируется на штатном расписании. Но, несмотря на это, именно в Трудовом кодексе нет прямого указания на обязанность составлять штатное расписание. Но, тем не менее, отсутствие штатки проверяют при налоговых проверках аудиторы. И, собственно говоря, отсутствие штатного расписания на данный момент является нарушением Трудового кодекса, поскольку все-таки в Трудовом кодексе в статье 15 и в статье 57 штатное расписание упоминается в трудовых отношениях и в содержании трудового договора. Однако есть исключения и без штатного расписания могут работать, соответственно, физлица, то есть самозанятые, если у них нет статуса индивидуального предпринимателя. Микропредприятия – это статья 309 Трудового кодекса. Некоммерческие организации, которые соответствуют критериям, которые указаны в статье 309.1 Трудового кодекса и 309.2 Трудового кодекса. Какого-либо срока действия штатного расписания обычно не установлено. И после того, как штатное расписание утверждено, если не было в организации никаких изменений, его не обязательно утверждать ежегодно, например, как учетную политику. Но предприятие может внести изменения в штатное расписание, если у вас произошли какие-то изменения. Ну, например, изменилась структура предприятия, изменились должностные, точнее, неправильно сказала, не должностные, а название должностей и, соответственно, их обязанности. И, соответственно, сюда же входят мобилизационные мероприятия, санкции, из-за которых многие компании вынуждены были поменять структуру бизнеса. Ну и повышением род, которое у нас произошло с 1 января и декларируется, что будет проведено еще одно повышение род, ну, либо со следующего года, либо в конце этого года. Именно нормативного порядка пока не утверждено на следующий год, но это уже задекларировано. Сейчас мы с вами посмотрим, как и где можно найти штатное расписание. То есть в блоке ЗУП, зарплаты управления персоналом, в разделе кадры у нас имеется штатное расписание. То есть вы видите красное выделение. Абсолютно точно такой же блок у нас находится и в ЕРП. Он находится тоже в разделе кадры. И вот у нас есть блок штатное расписание и, соответственно, здесь вот подразделения организации, должности и так далее. И когда мы проваливаемся в нужный пункт, у нас с вами появится вот такой интерфейс. Сейчас я переключусь сначала на демо базе ЕРП. И мы с вами посмотрим. То есть вот раздел кадры. И, собственно говоря, когда мы его открываем, вот у нас блок штатное расписание и подразделение организации должности. На самом деле подразделение организации именно в ЕРП. Сейчас вот я открою, чтобы его было видно. Немножко вот так сделаем. И, собственно говоря, здесь мы создаем штатное расписание, точнее, подразделение. То есть создаем структуру подразделений, пишем, как оно называется, полное наименование. То есть это для записи в трудовой книжке. И заполняем всю имеющуюся информацию. Обращаю ваше внимание, что нужно заполнять максимально полно все графы, которые вы здесь видите. Потому что потом эта информация идет и для Объединенного социального фонда России, и для трудовых инспекций, и для печати документов. Ну, соответственно, эта информация идет везде. Но, кроме того, что у нас есть такая возможность делать прямо из раздела кадры, обычно подразделение, то есть структура предприятия настраивается из блока НСИ и администрирования. То есть нормативно-справочная информация и администрирование. И здесь у нас с вами есть блок структура предприятия. И, соответственно, мы с вами видим, какая на данный момент у нас была задана структура и что мы можем, допустим, добавить или, наоборот, отметить как недействующее. Если мы с вами используем блок конфигурации, извините, зарплаты и управления персоналом, то есть именно блок штатного расписания. То здесь у нас картинка будет немножко другая. Сейчас мы с вами уйдем отсюда. То есть вот мы берем раздел кадры. Здесь у нас блок штатное расписание. Но обратите внимание, что здесь немножко по-другому скомпоновано. То есть если в ERP мы с вами видели штатное расписание, подразделение, должности, подразделение, то здесь мы с вами видим немножко больше. Здесь есть запись изменения штатного расписания. На самом деле такая операция доступна в ERP, но немножко по-другому скомпонован блок. Если мы с вами проваливаемся в штатное расписание, то вот у нас здесь есть записи должности, точнее наименование позиции, должность. Это справочник отдельный. И вот они, наше подразделение. Указывается, какое количество ставок, то есть какое количество работников у нас допустимо и с какого числа утверждено наше штатное расписание. И обратите внимание, то здесь у нас есть сверху блок гиперссылок. И если мы переходим по какой-либо из этой ссылки, то мы попадаем в другой документ, который взаимосвязан с данным подразделом. Мы можем, во-первых, вносить изменения в штатное расписание. То есть у нас вот есть ссылка на документы, изменившие штатное расписание. В этом случае мы попадем в журнал таких документов. Можем изменить текущее штатное расписание. Ну и, соответственно, производить другие операции, которые связаны со штатным расписанием и его утверждением. Сейчас мы снова переключимся с вами на наши слайдики. Слайдики. И посмотрим вот еще на какой слайдик. То есть штатное расписание. Это форма Т3. Она имеется в альбоме унифицированных документов. И, соответственно, вот вы видите на экране образец приказа, который утверждает штатное расписание. Ну, либо его изменения. И здесь есть одна тонкость. То есть приказ об утверждении штатного расписания у нас подписывает директор. То есть вот эта подпись, как вы видите, вот директор. Ну, либо тот руководитель, который предусмотрен в вашей организации. То есть, например, генеральный директор. И под роспись должны быть ознакомлены главбух и руководитель отдела кадров. А вот само штатное расписание утверждает уже... Сейчас мы с вами откроем слайдик со штатным расписанием. То есть само штатное расписание, утверждаю, ставится печать организации и подписывается директор или руководитель предприятия. А снизу, вот видите, у нас есть подписи, предусмотрены подписи и расшифровки этих подписей. То есть получается, что само штатное расписание подписывают два человека, а приказ подписывает только руководитель. Немножко нормативной информации. То есть, как я уже говорила, сама форма, которую мы с вами только что смотрели на экране, это форма Т-3. Утверждена она постановлением уже достаточно древним, как вы видите, 2004 года. Но, тем не менее, штатное расписание очень подвижно, если можно так сказать, механизм, то есть вы можете внести какие-то добавления. Возможно, у вас есть какой-то бланк именно вашего предприятия. Вот если вы делаете какие-то изменения к этой форме или используете свой собственный бланк, то здесь нужно обращать внимание на то, чтобы, ну, во-первых, информация, которая предусмотрена в унифицированной форме Т-3 была сохранена. Ну и если вам нужно там внести какие-то, может быть, дополнительные графы или дополнительную информацию, то, соответственно, вы вправе это сделать. Но вот в этом случае будет действовать уже положение, которое сопровождает введение учетной политики. Потому что новая форма должна быть прописана в учетной политике. И учетная политика, как вы знаете, у нас должна быть утверждена не позднее 17 дней до конца года, то есть не позднее, например, 15 декабря текущего года на следующий год. Учетная политика не может быть утверждена, допустим, 1 января. Если вы укажете, что она утверждена 1 января, то действовать такая учетная политика начнет только со следующего года. В этом году у нас было, собственно, два значимых события, которые в обязательном порядке ведут изменения штатного расписания. Ну, во-первых, это было введение нового МРОТа. Ну, и, во-вторых, возможно, в этом случае при введении нового МРОТ вы проводили индексацию. Здесь есть некоторые различия, мы про них поговорим немножко позже. Но, тем не менее, согласно того, что МРОТ все-таки ввели, то в 2013-2023 году, извините, штатное расписание должны пересмотреть все организации. Как вы знаете, президент подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда, то есть МРОТа на 2023 год в сумме 16242 рубля. Ну, собственно говоря, уточнялось, что установленный МРОТ выше прошлогоднего. И в ходе федерального собрания Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года дополнительно повысить МРОТ на 10%. То есть суммарно это будет до 19242 рубля. Здесь нужно иметь в виду, что это общая цифра, но необходимо учитывать, в каком регионе ваше предприятие находится. То есть если у вас, например, предприятие располагается в районе Крайнего Севера или какие-то территориальные надбавки по вашей местности предусмотрены, то, естественно, МРОТ в этом случае увеличивается на районный коэффициент, то есть он добавляется к федеральному МРОТ, так сказать, сверху. Такая же ситуация может быть в регионе, если подписано трехстороннее соглашение между местной администрацией, профсоюзами и работодателями. Ну, например, такая ситуация, есть список властей с МРОТами, которые установлены. Ну, наверное, один из показательных это Калининградская область, то есть у нее МРОТ на этот год установлен 17 тысяч рублей, несмотря на то, что она не относится к районным Крайнего Севера или приравненных к ним. Соответственно, МРОТ проверяют все, кому не лениво. На самом деле, в первую очередь, налоговые органы и трудовая инспекция. И интересует их в первую очередь значение регионального МРОТа. То есть, если вы бывали под какую-то проверку, то, соответственно, нужно посмотреть, чтобы вы не забыли про местные коэффициенты. Потому что именно с ними у вас будут сравнивать зарплату ваших работников. Поскольку сейчас у нас это все происходит в электронном формате, то, соответственно, данные по соответствию МРОТа главное, чтобы не было ниже МРОТ, все контролирующие органы получают из расчета по страховым взносам, то есть из РСВ. И, соответственно, по этому поводу предусмотрены штрафные санкции для работодателей. То есть, если, например, обойти это, в принципе, там можно и давно уже отработанная система, если у вас, например, человек получает там 3000-2000, ну, то есть, что, естественно, гораздо ниже МРОТа, то в этом случае в штатном расписании вы должны указать ставку для этой должности не ниже МРОТа, но человек будет работать, например, на полставки, на 0,1 ставки, ну, в соответствии с той суммой, которую он у вас будет получать. Штрафные санкции предусмотрены достаточно серьезные, то есть месячная зарплата работников, которые полностью отработали свою норму времени за этот период, не может быть ниже МРОТа. То есть, вы видите, текст выделен красным. И данное обязательство для всех, без исключения работодателей, которые имеют наемных работников. И, соответственно, штраф, который за это предусмотрен, у нас прописан статья 5.27 Кодекса об административных правонарушениях и штрафные санкции до 50 тысяч рублей за нарушение этого положения. Вместе с тем, повышение на федеральном уровне МРОТ не обязательно влечет за собой необходимость увеличения зарплат работников. Чаще всего такая ситуация возникает у тех, кто выплачивает зарплату работникам именно по минимальному, то есть по нижнему порогу в размере МРОТ. Вот в этом случае вы обязаны провести изменения в своем штатном расписании. Ну и посмотреть, естественно, чтобы зарплата сотрудников не была ниже установленного уровня. Естественно, повышать зарплату работников при увеличении МРОТа не всегда обязательно, то есть не требуется повышать зарплату при выполнении сотрудниками работы в условиях неполного рабочего дня, либо неполной рабочей недели. Ну, соответственно, как я уже сказала, это может быть полставки и так далее. При выполнении работы по совместительству, то есть, как вы знаете, сейчас в этом году были изменения, которые затронули договора гражданско-правового характера, ну и, собственно говоря, по совместительству были уточнены некоторые формулировки. Если сотрудник отсутствует на работе, но с сохранением за ним рабочего места, ну, прошу прощения, ну, например, в связи с отпуском, с командировкой, при больничных, при предъявлении больничных листков, либо при выполнении работы по гражданско-правовому характеру, поскольку здесь у нас с вами при гражданско-правовом характере оговаривается выполнение соответствующей работы или оказания услуги, и здесь уже именно повышение МРОТа не будет требоваться. Еще один момент, то есть, изменения, которые касаются спецоценки, то есть, как я уже говорила, спецоценка напрямую обращается к штатному расписанию, и, соответственно, на каждое рабочее место, которое у вас существует, которое прописано в штатном расписании, у вас должны быть оформлены определенные документы, то есть, работодатели могут, скажем так, вносить изменения для микропредприятий на отдельных отраслях без привлечения спецорганизаций, то есть, они самостоятельно идентифицируют потенциально вредные или опасные производства или факторы, которые на это влияют на рабочих местах. Действует такое положение с 1 марта 2023 года. Собственно, на каждое рабочее место должен быть заполнен проверочный лист, и его должна утвердить комиссия работодателя по проведению спецоценки. То есть, есть категории организаций из разряда микропредприятий, где должна быть сформирована такая комиссия. И если обнаруживается хотя бы один фактор, который либо потенциально вредный или опасный, то для спецоценки соответствующего рабочего места уже необходимо привлекать специализированную организацию. Ну и, соответственно, на остальные рабочие места оформляется декларация. То есть, это регулирует приказ Минтруда от октября прошлого года. Номер вы видите, вот он здесь у нас на экране отражен. Ну, то есть, это в первую очередь спецоценка. Ну, естественно, если у вас возникают какие-то трудовые конфликты с работниками, и они, например, обращаются либо в трудовую инспекцию, либо еще в какие-то контролирующие органы, то, естественно, штатное расписание у вас будут проверять в первую очередь. Следующий момент, про что мне хотелось бы поговорить, это вот слайдики, которые мы с вами, про которые уже поговорили, и которые мы с вами уже посмотрели. То есть, это как в ЕРП задается структура предприятия, то есть, подразделения, и как это выглядит, если мы проваливаемся с вами дальше, то есть, вот штатное расписание, и, соответственно, для каждого подразделения задаются руководители, и задаются более подробные характеристики. Это мы с вами в ЕРП посмотрели, а вот в ЗОПе, это, видите, у нас идет тоже блок штатное расписание. Сейчас мы с вами туда перейдем и посмотрим. То есть, блок штатное, блок кадры, блок штатное расписание, и само по себе штатное расписание. И вот мы видим с вами подразделение. Мы можем берите сюда, то есть, посмотреть на живом, так сказать, документе. Единственное, что срабатывает оно достаточно долго, к сожалению. А про что еще мне хотелось сказать в связи с... Ну вот, то есть, задаются показатели, задаются минимумы, ну, как бы, может задаваться вилка, может задаваться конкретно цифра. И здесь у нас с вами документы заменения штатного расписания, которое ввело, ну, допустим, интересующую нас позицию. Так, сейчас мы переключимся снова на слайдики. И вот еще один слайдик, именно вот с того журнала, который мы только что смотрели, и в красную рамку выделены позиции, на которые я обращала ваше внимание. Теперь еще один момент. Поскольку у нас практически очень многие разделы сейчас и отчеты, и документы переводятся на электронный документ, а, наоборот, ну, в частности, вот грузоперевозки, то есть предприятия могут между собой обмениваться электронными документами, а не бумажными. То, соответственно, изменения также коснулись и кадрового документа оборота, то есть это аббревиатура КЭДО, кадровый электронный документ оборот, и затрагивают они не только штатное расписание, но они затрагивают другие подразделы. То есть, ну, наверное, самый такой актуальный – это воинский учет. Вот здесь обратите внимание, что воинский учет у нас, в принципе, раньше не особо контролировался. Многие предприятия, ну, как бы вообще его не вели, особенно маленькие предприятия. Но в связи с проведением мобилизационных мероприятий этому сейчас уделяется особое время, и планируется воинский учет тоже перевести на электронный документ оборот. А вот здесь вот именно при работе с электронным документ оборотом есть определенные тонкости. Сейчас мы с вами переключимся в зарплату, то есть в ЗУП. Так, это я закрою, нам пока это не нужно. И здесь у нас в разделе и кадры, и зарплата есть раздел «Воинский учет». То есть вот он, видите, «Воинский учет», в который входят листские сообщения об изменении документа бронирования. Ну, то есть функционал присутствует в развернутом, так сказать, виде. А вот в ERP, сейчас мы с вами переключимся на демо-базу ERP. В ERP немножко другая ситуация. Здесь тоже предусмотрен, естественно, кадровый документ оборот, но для того, чтобы с этим блоком можно было работать, требуется выполнить некоторые настройки. То есть активировать этот блок. Сделать это возможно в меню «НСИ» и «Администрирование». И выбираем раздел «Кадры». И вот тут, ну, во-первых, в любом случае стоит проверить, какие у вас настройки заданы. Может быть, вы что-то не учли, то, соответственно, нужно будет проставить здесь флажок, то есть чекбокс. И немножко ниже. То есть, видите, у нас здесь есть возможность настроить и штатное расписание. И в этом случае уже можно какие-то дополнительные здесь возможно удалить или настроить какие-то дополнительные функции. И есть блок воинского учета. То есть, если мы проставляем здесь флажок «Ведется воинский учет», то, соответственно, нам становятся доступны документы, которые применяются в этом блоке. Если мы не проставляем здесь флажок, то у нас блок по воинскому учету не будет отражаться в рабочих документах. Ну, то есть мы не сможем с ним работать. И вторая тонкость, то есть второй флажок по воинскому учету, это ведется ли на вашем предприятии бронирование граждан на период мобилизации и на военное время. То есть, как только мы проставляем второй флажок, значит, первый флажок – это одна форма отчетности. Если мы проставляем второй флажок, то к ней добавляются еще две формы отчетности. Сейчас мы переключимся на слайдик. Я вам покажу, какие у нас добавляются документы в этом случае. То есть, когда мы с вами просто активируем блок, у нас появляется отчет в военкомат. Обратите внимание, не в социальный фонд, не в налоговую инспекцию, а именно в военкомат. И, соответственно, если мы проставляем флажок про бронирование, то у нас добавляются еще две формы. Форма номер 6 и форма номер 19. Единственное, скажем так, может быть, облегчение. Подаются эти формы достаточно, можно сказать, редко. Первые случаи, когда они используются и должны быть поданы, это случаи приема и увольнения на работу сотрудника. То есть, как только мы принимаем сотрудника, мы должны на него оформить, соответственно, воинские документы. Точнее, не воинские документы, а документы воинского учета. И если у нас проставлены отметки по бронированию, то, соответственно, еще дополнительно два отчета. И сведения по приему и увольнению у нас также подаются в военкомат в определенные сроки. Раньше срок подачи таких документов был две недели. То есть, в отличие от ЕФС, в ЕФС вы должны отразить такой документ на следующий рабочий день. Военкомат раньше было в течение двух недель, но сейчас этот срок изменился на пять дней. Все-таки немного больше, чем в ЕФС-1, но, тем не менее, срок все равно достаточно короткий. Ну и, естественно, если вы что-то не соблюдаете в этом случае, то вы попадаете под штрафные санкции. И есть еще одна тонкость при введении этого учета. Это то, что... Сейчас мы перейдем, например, в разделы зарплата. В меню зарплата, извините. И воинский учет. То есть, листки сообщений об изменениях. Это вот как раз-таки прием, увольнение, перевод и так далее. И сверка карточек воинского учета, то есть, которую вы должны выполнять на регулярной основе с воинским соенкоматом. Но в программе имеется образцы этих документов. Ну, допустим, вот возьмем листки об изменениях. И, допустим, перечень сведений, которые должны быть перечислены в документе, тоже утвержден. Но могут быть территориальные территории, точнее говоря, в которых органами местной власти, то есть администрации, например, внесены какие-либо нестандартные, но не совсем стандартные условия. То есть, это может быть какой-то бланк там специфический с логотипами, еще с какой-то информацией, которые военкоматы требуют для заполнения именно вот в такой форме. То есть, не просто подать сведения, а в сведения в той форме, которая действует в данной области, на данной территории. В этом случае, чтобы не нарваться на нарушения и санкции, нужно сначала связаться с работниками военкомата, уточнить у них, ну, во-первых, формы есть или нет у них какие-то специфичные, и, во-вторых, способ передачи, поскольку сведения об электронном обмене с военкоматами пока еще официально не утверждены, эмуссируются, что в ближайшее время это будет внедрено, ну, типа как электронные повестки. Но, тем не менее, пока законодательно утвержденных изменений еще не внесено. То есть, вы можете и лично отнести, сдать эту отчетность и отправить любым официальным способом. Но, тем не менее, это необходимо делать. Если вы, например, не вели воинский учет, то нужно в пожарном порядке исправиться, сделать вид, что оно у вас всегда стояло, и, соответственно, отчитаться, если этого требует законодательство. А сейчас мы с вами снова на слайдике переключимся и поговорим вот о чем. Вот сейчас я вам покажу на слайдике то, что мы уже посмотрели. То есть, это активизация воинского учета в ЕРП. И когда мы с вами в ЕРП активизировали работу с воинским учетом, то, соответственно, нужно проверить учетную политику. Сейчас мы снова вернемся в ЕРП и это еще раз руками потрогаем. То есть, вот мы с вами проставили здесь флажочки. И теперь мы можем переходить в блок, ну, например, пусть это будет блок кадры. На самом деле воинский учет есть и в блоке кадры, и в блоке зарплата. И в ЗУПе, и в ЕРП. Мы с вами сейчас в ЕРП и берем раздел кадры. И, как вы видите, у нас здесь вот тоже воинский учет раздел. И когда мы активируем этот блок, то у нас появляются уже документы. А вот первоначальные документы, которые требуются для того, чтобы показать, что ваше предприятие ведет воинский учет, у нас с вами немножко в другом разделе живут. То есть, мы переходим в ЦИИ и администрирование, выбираем организацию, которая нас интересует. Ну, вот, например, Андромеду плюс мы уже выбрать без разницы. Вот, и здесь у нас есть закладочки. Это я сейчас открыла карточку организации. Есть закладочки с регистрационными данными и есть учетная политика организации. И, соответственно, есть еще закладочка зарплата и кадры. И вот в зарплата и кадры закладочки у нас с вами появляется воинский учет и есть возможность внести какие-то изменения. То есть, вот сам воинский учет. И переходим по гиперссылке. И здесь у нас с вами есть как приказ об организации воинского учета, так и документ «План работ по осуществлению воинского учета». Значит, наша задача выставить, с какого периода эти документы действуют. И, собственно говоря, здесь очень сложная задача перейти по гиперссылке в нужный документ. Как вы видите, здесь уже заполнено все, что требуется. То есть, форма этого приказа уже составлена. Единственное, обратите внимание, что поскольку у меня в демобазе не заполнены, ну, например, там начальники кадров и так далее, то есть, некоторая информация не заполнена, то в готовом документе, естественно, в этих местах будет прочерки. Значит, задача этот приказ распечатать, проставить необходимые даты и подписать, в общем-то, в установленном порядке, что приказ в обычной жизни подписывает директор предприятия, ну, то есть, либо генеральный директор, то есть, руководитель, который имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности. Ну, и, соответственно, в приказе должны стоять автографы об ознакомлении с этим приказом тех сотрудников, которые у вас будут отвечать за воинский учет, то есть, назначить дежурную жертву. Это у нас с вами приказ, а вот он у нас с вами план работы. То есть, это, собственно, тот документ, который подтверждает, что у вас воинский учет ведется. Обратите внимание, что этот документ должен быть согласован с воинкоматом, то есть, здесь вы должны будете заполнить все данные. Ну, и дальше, собственно говоря, та же самая история, то есть, определить сроки выполнения и тот, кто отвечает. И он должен расписаться там, где, соответственно, это требуется. Есть отдельный раздел по бронированию, вот как вы видите. После этого торжественно можно распечатанный документ поселить в отдельную папочку и уже показывать всем проверяющим, что у вас ведется воинский учет. И, соответственно, в этом случае крайнее, ну, скажем так, самое большое нарушение, которое вы можете допустить, это не своевременная подача сведений, то есть, уже не отсутствие или не введение воинского учета в организации, а уже совершенно другое правонарушение. Ну, и, естественно, кроме того, что вы составите, распечатаете, подпишете вот эти документы, вы должны будете составлять, так сказать, дежурные документы, которые сопровождают прием, увольнение, перемещение, изменение статуса, ну, допустим, для подачи военкомат есть в списке юношей до 15 лет и так далее, то есть тех, кто подлежит постановке на воинский учет или подлежит, но не встал на учет, ну, то есть документация стандартная для воинского учета. А что еще хочется сказать по поводу штатного расписания? Здесь есть два момента. То есть, допустим, в зупе мы можем сделать отметку, что штатное расписание не применяется, и в этом случае, если, например, у вас микропредприятие, в котором директор и главный бухгалтер, все будет хорошо. В ЕРП этого не получится, потому что ЕРП имеет управленческую отчетность, и там, собственно говоря, всегда используется штатное расписание. И сейчас снова в ЕРП наш переключимся. Значит, после того, как мы проверили учетную политику зарплаты кадры, проверили настройки, что ведется воинский учет. И, собственно говоря, вот при расчете заработной платы мы тоже должны составлять соответствующие документы. К самой форме Т3, то есть к штатному расписанию, тоже есть определенные тонкости, которые следует учитывать. То есть все штатные расписания, кроме того, что они составлены в электронном формате, сейчас мы возьмем с вами все-таки кадры, и возьмем еще штатное расписание. Это я напоминаю, мы с вами смотрим ЕРП. И кроме того, что мы заполнили подразделение организации, мы должны заполнить справочник должностей. То есть это добавляется в обычном формате. Можно вот через кнопочку создать, можно через кнопочку скопировать. То есть в этом случае мы скопируем выделенную строку, и уже в нее можем вносить изменения. Здесь напоминаю, что какую-то должность мы, например, взяли, и, соответственно, мы проставляем флажок, что эта должность у нас не просто как черновик, или не только для управленческой отчетности. Но если мы ставим здесь вот чекбокс, то есть зелененькую галочку, то у нас будет отметка, с какого конкретного дня эта штатная должность ввенесена в штатное расписание. И обратите внимание, тоже не так давно появился классификатор, это трудовая функция. То есть трудовая функция – это то, что мы отражаем сейчас в отчете ЕФС-1. И с этого года, как вы знаете, были внесены изменения в учет по договорам гражданско-правового характера. И, собственно говоря, если у нас раньше был просто договор ГПХ, то здесь у нас появились договора авторского заказа, вот сам по себе конкретный договор гражданско-правового характера, договора по отчуждению исключительных прав, лицензионных договоров и так далее. То есть, как вы видите, вот эти аббревиатуры внесены в этот классификатор изначально. То есть у нас вот такая вот есть пиктограмма, тире и точечка. Это показывает нам в справочнике, что данные аббревиатуры были внесены по умолчанию через конфигуратор. Если я хочу добавить что-то свое, то, соответственно, я могу это сделать обычным путем, но уже пиктограмм как будто без вот этой точки. Значит, вот это мое творчество, то, что я добавила сюда самостоятельно. То есть трудовые функции, обратите внимание, нужно проверить на соответствие тому, как у вас в штатном расписании звучит. И, собственно говоря, сведения про оплате, которые тоже попадут в штатное расписание. Ну и по воинскому учету. То есть, как я уже говорила, воинский учет мы проверяем, что это информация, которая используется при заполнении бланков. И, соответственно, если у вас, вы работаете с бронированием, то, соответственно, нужно проверить, чтобы были внесены категории забронированных. Как нам исключить из штатного расписания какую-то должность? То есть мы не можем ее удалить, потому что раз она была введена, на нее уже имеются ссылки в конкретных документах. Поэтому мы можем поставить вот здесь отметочку и поставить, с какого конкретного дня эта позиция перестанет учитываться в штатном расписании. То есть, например, у меня автоматом выскакивает первое, ноль шестое, первого июня. То есть, соответственно, до этого момента она у меня в самом штатном расписании будет выделена обычным текстом. После того, как я проставлю вот эту галочку, я ее сейчас сниму, проставлю эту галочку, то мы сможем ее видеть, но она уже будет неактивна, то есть будет выделена более светлым шрифтом. Так, мы сейчас закроем. Нет, нам не нужны эти изменения. Вот. И, собственно говоря, сейчас еще вот так вот сделаем мы с вами, чтобы панель... Упс! Извините, чтобы панель меню была видна. И здесь у нас с вами будет очень интересная картинка. То есть, кроме обычных проверяющих, то есть, например, налоговая инспекция, трудовая инспекция, аудиторы, штатное расписание могут запрашивать прокуратура при проверке на благо-надежность. Ну и, собственно, еще достаточно много разных фискальных органов, которые этот документ запрашивают. Несмотря на то, что, в принципе, он меняется достаточно редко. Формы действуют уже тоже давно. И обычная отчетность, ну, с ней как бы не очень связана. То есть, главное следить за тем, чтобы, если человек получает оплату за свой труд меньше мрота, то чтобы в штатном расписании стояло, что у вас эта позиция, например, на 0,1 ставки, на 0,2 ставки, там и так далее. Еще хочу обратить внимание на дополнительные сервисы, которые сейчас, в общем-то, активно используются и достаточно хорошо облегчают жизнь. Это связано не только со штатным расписанием или с воинским учетом. Больше всего это связано с регламентированной отчетностью. Сейчас вот мы перейдем в регламентированную отчетность. И вот блок отчетности у нас с вами здесь, видите, выделен в отдельный блок. Точно такой же блок 1С отчетность у нас присутствует и в ЗУПе, и в зарплате. Вот видите, у нас есть блок 1С отчетность. И, собственно говоря, в кадрах, то есть во всех разделах, которые работают с документами, которые требуют отправки в фискальные органы. Обратите внимание, что вот здесь у нас зарплата стоит подраздел отчетность и справки. Уже дальше идет 1С отчетность. И сейчас переключимся на ЗУП. На ЗУП. Вот. И здесь у нас та же самая история. То есть у нас есть подраздел кадры. Здесь есть кадровые отчеты. И есть зарплата. В зарплате у нас тоже с вами есть сейчас откроется тоже есть отчеты по зарплате. И есть отчетность и справки. И здесь у нас тоже есть блок 1С отчетность. На самом деле это не разные блоки, это один и тот же блок, просто расположен в том разделе, в котором ну, чаще всего работают работники, чтобы они не бегали, не искали, а где же у нас там в настройках или в НСИ администрирование это зарыто, просто для удобства. И здесь еще одна тонкость. 1С отчетность это не только наименование блока, это еще и наименование дополнительного сервиса, который позволяет обмениваться с фискальными органами напрямую на их сайтах отчетностью, письмами и так далее. То есть в обычном порядке, когда вы работаете с каким-то оператором электронной отчетности, например, Астрал, СБИС, Контур и так далее, у нас как происходит? То есть мы берем, формируем какой-то документ, потом проверяем выгрузку, если все в порядке, то мы выгружаем этот файл на какой-то отдельный ресурс и уже после этого подтягиваем его в программу оператора, ну, например, СБИС, и уже СБИС самостоятельно отправляет этот наш документ на сайт налоговых органов, к примеру. А если мы с вами используем сервис 1С отчетность, то в этом случае мы уже минуем этап обмена с оператором, и, соответственно, в этом случае у нас получается, что мы экономим несколько дней на вот этом вот обмене файлом. Согласитесь, когда у вас есть достаточно сжатый срок для ответа, например, на какую-то претензию, там, 5 дней, или, например, если по ФС-1, то там на следующий день у нас должны быть поданы сведения, то 1-2 дня сэкономленные на пересылке файла могут быть уже достаточно критичны. И еще два сервиса, которые мне хотелось бы вам показать, это личные кабинеты. То есть у нас есть личные кабинеты, которые что в зарплате, что в ERP, они присутствуют. Сейчас мы с вами переключимся на них. То есть кадры, это мы с вами зарплаты управления персоналом смотрим. То есть у нас есть сервис 1С кабинет сотрудника. И в ERP он точно также есть, сейчас мы на него посмотрим. Кабинет сотрудника. Это мы открыли блок зарплата, в блоке кадров он также присутствует, 1С кабинет сотрудника. Значит, этот сервис позволяет работнику меньше дергать бухгалтерию и получать самостоятельно большинство справок. То есть, например, справки НДФЛ, 2 НДФЛ, расчетные листки и так далее. То есть, это вот такой сервис. Здесь более подробно можно про него почитать по ссылочке. Ну и, собственно говоря, для того, чтобы его подключить, тоже есть достаточно полные инструкции, как это сделать. в первую очередь нужно, чтобы ваш кабинет был зарегистрирован, то есть, на сайте. И дальше уже указано на соответственное именование предприятия, ответственный сотрудник и так далее. И есть информация, как подключить. Этот блок абсолютно идентичен в обеих конфигурациях и с разных разделов тоже можно подключиться и из блока кадров, можно подключиться и из блока зарплаты к этому сервису. А кроме этого сервиса, то есть 1С кабинет сотрудника, у нас есть еще дополнительный сервис, который позволяет работать уже как юрлицо с разными фискальными органами. Ну, самый простой способ это вот в блоке 1С отчетность, если мы переключаемся, Акела промахнулся, извините, сейчас пока она сработает, я уже успею переключиться на зарплату. То есть, соответственно, если мы выбираем отчетность и справки, у нас есть подраздел 1С отчетность, они идентичны в обеих конфигурациях, напоминаю. И здесь у нас есть вот такая линейка ссылок, и здесь у нас есть личные кабинеты. В этом случае у нас идет речь уже о кабинетах самой организации, то есть самого юридического лица. Есть личный кабинет налогоплательщика в налоговых органах, есть ФСС личный кабинет, несмотря на то, что эти фонды объединились, то есть вместо пенсионного фонда и фонда социального страхования у нас теперь объединенный фонд, но кабинеты как бы свою функцию выполняют и переводят нас на соответствующие разделы уже объединенного фонда. То есть как вы видите ФСС личный кабинет позволяет отследить ну допустим результаты камералок, проверок там и так далее. И опять же ФСС это личный кабинет по работе с электронными листками нетрудоспособности, по подтверждению экономического вида деятельности исходя из этого показателя рассчитываются тарифы по страховым взносам. Ну и еще на что надо обратить внимание, то есть понятно рост алкоголя регулирования, природный отзор и так далее, но мне хотелось бы обратить внимание на статистику, потому что статистика с прошлого года начала применять штрафные санкции, то есть если до этого можно было так спустя рукава, если вы забыли что-то сдать, вам позвонят из фон и статистики скажут, ай-яй, срочно исправьте любым способом, хоть через почту, хоть через любой канал связи, хоть лично принесите, то сейчас ситуация изменилась, о том, что штрафные санкции будет применять статистика тоже, разговоры ходили достаточно давно, но вот с прошлого года применение штрафных санкций уже реальность и штрафы достаточно высокие, то есть если вы не сдали какую-то отчетность, то у нас идет непредоставление или предоставление с нарушениями сроков, то в этом случае ваши предприятия могут оштрафовать и размер штрафа будет до 70 тысяч рублей, если у вас повторное такое правонарушение, то штрафы будут уже до 150 тысяч рублей, и согласитесь, будет очень обидно платить такие штрафы только за то, что вы не зашли на сайт статистики и не проверили по своему ИНН под какие отчеты попала ваша организация, с этого года у нас статистика добавила достаточно много отчетов, которые связаны и с зарплатой, и с видом деятельности, поэтому если вдруг вы еще этого не сделали, то самое время по вашему ИНН перейти на сайт статистики и посмотреть, под какие выборки вы попали, то есть какую отчетность ваше предприятие должно сдавать. Во всяком случае, это сильно сэкономит вам и время, и деньги. Так, а теперь я снова хочу с вами возвратиться в наши слайды и обратить внимание вот на что. То есть у нас, кроме того, что штрафные санкции вообще в принципе были изменены практически по всем направлениям, большое внимание уделяется, как я уже говорила, персонифицированной отчетности и отчетности по сотрудникам. И здесь у нас с вами вот какая есть интересная картина. То есть персонифицированную отчетность мы с вами сдаем, и у нас предусмотрены штрафы за непредоставление или предоставление недостоверных сведений. В этом случае, например, в прошлом году у нас штраф составлял 500 рублей за каждого работника. В этом году размер штрафа не изменился. Точно так же 500 рублей за каждого работника. Но по срокам произошли изменения. То есть в прошлом году мы должны были в течение 10 дней после получения требования на него ответить либо заплатить. А в этом году у нас уже 20 дней. То есть в общем-то увеличено на 100%. И плюс к этому с 23 года действует положение например как вы платите штрафы в ГАИ. В прошлом году не было возможности снижения штрафных санкций. А в этом году если вы уложились в отведенное время то есть в 20 календарных дней то в этом случае вы можете заплатить половину штрафа. То есть 50% так сказать скидка если вы укладываетесь в отведенный срок. Ну и освобождение от ответственности у вас может быть в том случае если например у вас проверили отчетность и вы получили требование о том что надо там внести какие-то исправления что что-то допустим недостоверно. в этом случае если вы подаете в течение 5 календарных дней ответ на такое требование на уведомление то соответственно штрафных санкций не будет. Но здесь нужно учитывать вот какой момент. То есть если вы внесли исправление пересчитали пересчитали итоговые данные и видите что у вас будет к начислению ну то есть платеж должен быть увеличен то в этом случае вы должны сначала заплатить причитающуюся сумму недоимки а уже потом отправлять корректировочную учетность. Ну та же самая ситуация если вы сами нашли такую ошибку потому что если ошибки выявит фонд и собственно говоря вы сначала подойдите уточнен как потом заплатить то в этом случае штрафные санкции все равно будут. Теперь мы снова с вами возвращаемся к нашему началу то есть я хочу вам еще раз показать титульный лист к сожалению наше время уже подошло к концу поэтому я хочу вам напомнить наши контакты то есть электронную почту телефон и телеграм контакты и еще раз обратить внимание на адрес сайта потому что если например вам оказалось неудобным время проведения вебинара или вы не смогли его досмотреть до конца то в этом случае вы можете потом обратиться к сайту мы выкладываем записи наших вебинаров на сайте и вы сможете посмотреть запись вебинара в любое удобное для вас время уже так сказать спокойно с чашечкой например кофейку и так далее ну и кроме конкретного вебинара там достаточно много и справочной информации других вебинаров возможно вас какие-то темы заинтересуют ну и собственно я хотела еще сказать что компания Кодерлайн будет благодарна вам за любое сотрудничество это может быть и доработка и внедрение конфигурации и решение каких-то задач выполнения доработок и так далее то есть будем рады сотрудничеству рады оказаться вам полезными на этом разрешите попрощаться компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное время за проявленное внимание к нашим темам и к нашей компании на этом разрешите попрощаться хорошего вам дня всего доброго субтитра Продолжение следует...